Привет всем! Сейчас еду на утренний workout, то есть пройдусь по горам на трейле, называется это hiking здесь в Америке. Что хочу сказать? Опять восхититься местом, где я живу. Это место называется Sonora Desert, то есть пустыня, аризоновская пустыня называется Sonora. В нашем представлении пустыня это что? Это пески, это какие-то барханы, это какие-то просто змеи там ползают, что-то еще. Но Sonora Desert, она отличается от самого определения пустыни, потому что здесь очень богатая растительность. Я однажды насчитала на одном квадратном метре где-то около 15 видов разнообразных растений. И там и травка, и цветочки, и кактусы, и кустики, и кустарники, и какие-то маленькие деревца. Так очень большое изобилие растительности. Также и животных, каких здесь только животных нет, начиная от змей, насекомых, присмыкающихся, и разных пустынных животных. И встречаешь их, вот живешь здесь, и всегда их можно, то есть столкнуться с ними. Даже вот я живу, казалось бы, в центре города, и у нас, значит, дом. Но приходят и кабаны дикие, и кабаны дикие, и эти койоты, ну, шакалы, наверное, койоты, да. Я несколько раз заснимала тоже на свою камеру с окна. Вот не могла найти, я вам хочу показать этих диких кабанов, которые приходили. Прям к нашему окну мы их иногда и подкармливаем морковкой, или какой-нибудь там салари им бросаем. И бывает, что, значит, они приходят там 2-3 кабана, а иногда бывает и целых 20. Целая кучка такая гуськом идут друг за другом. И очень интересно наблюдать, когда первый раз это видишь, это, конечно, шокирует. Койота я сняла один раз, не знаю, я потеряла, потеряла я где-то, не знаю, не могу найти, потому что я хочу вам показать некоторые фотографии, которые я делала. Так вот, я сейчас апрель месяц, и когда прохладно утром, я иногда прихожу, чтобы подышать свежим воздухом и позаниматься это своего рода спорт, лазание по горам, потому что иногда я выбираю очень крутую тропинку. Здесь очень много разных тропинок, разного уровня сложности. Поэтому в зависимости от того, как ты себя чувствуешь, как я себя чувствую, я выбираю тот или иной путь сложности. Вчера я ходила и наснимала немножко то, что я видела, а именно змей, а именно не просто змей. Заболталась, переехала, сейчас назад дам. А гремучая змея, она называется rattlesnake, одна из самых ядовитых змей, которая живет здесь в пустыне, яд которой очень сильный, она может убить животное буквально за несколько секунд. И у нее на конце хвоста находится такая погремушка, поэтому она называется гремучая змея. То есть, когда приближается к ней опасность, она начинает греметь хвостом. Я здесь, just stay away. Я увидела вчера их две. Одну большую, более взрослую особь и другую очень маленькую. Вы это все увидите в моем видео. И как-то вот знаете, раньше, когда я здесь не жила до того, как сюда переехать, я ужасно боялась пауков, змей, скорпионов, я и до сих пор их боюсь, но живя здесь и видя, как люди живут embracing nature, то есть в обнимку с природой, в которой они живут, начинаешь тоже жить и понимать, что да, вот так и надо жить. Здесь никто не убивает этих змей, никто, как говорится, не старается убить, если они увидели змею или животное, которое там к ним нечаянно забежало на их территорию, в их дом, в их гараж, они вызывают специальную службу, здесь есть специальная служба, которая приезжает и вылавливает, вот или это змея, или там это что-то еще, и они вывозят и отпускают их в пустыне. Ну, вот у меня была здесь одна знакомая, которая, она, кстати, из России, но она сейчас переехала в другой штат, она очень любила вот все, что здесь живет, у нее был очень такой дом в отдалении с большим участком, именно в том месте, где живут люди, которые не боятся этой пустыни, вот и все, что здесь, значит, обитает, и они это мало того, что не боятся, они обожают это, вот они там живут, она жила точно так же, обожая вот данную природу и все, что с ней связано. Вот приведу такой маленький пример, я однажды приехала к ней после работы, это был вечер, и я, значит, припарковала у нее машину, я въехала в ворота, припарковала машину под навесом, и почему-то света не было, она вышла, открыла дверь и ждет меня, когда я к ней подойду. Ну, лунный свет все-таки был, и когда я обходила свою машину, я увидела, что на земле что-то такое большое, такое черное, я как-то интуитивно поняла, что это, наверное, большой паук. Я так нагнулась, посмотрела, и это был тарантул, огромный черный тарантул, он так медленно шел, это для меня был шок, я как закричу, здесь тарантул, тарантул! Она говорит, где, где? Побежала и схватила, значит, у нее грабли какие-то были, я думаю, ну, сейчас она его прибьет. И смотрю, отошла в сторону, она подбежала к нему, говорит, ой, ты мой хорошенький, ой, ты мой миленький, давай-давай-давай заползай. Она дала ему заползти на эти грабли и отнесла и бросила его в сторону. Я говорю, как ты не боишься? Она говорит, ну, что ты их боишься? Они такие, они такие кьют, такие лапочки, они такие френдли, они такие дружественные. Они у меня вон там, вон, у нее падио такое на улице, типа, ну, балкона или что-то, террасы на такой приподнятый деревянный пол был. Она говорит, они у меня там под полом живут, сколько, очень много их там. Я говорю, как ты живешь, не боишься? Она говорит, а что их бояться? Они тебя не тронут. Никто тебя не тронет, пока ты сам их не тронешь. Если ты живешь здесь, ходи и смотри под ноги. И на самом деле мы однажды с мужем, когда гуляли, ну, я когда недавно только переехала, мы стали с ним встречаться, и мы гуляли с ним вот на, в горах на одном из таких трейлов, и я привыкла, ну, иду и не смотрю под ноги. И он мне так тихонько говорит, он сзади меня шел, он говорит, так, остановись, впереди змея. Я так остановилась и смотрю, и да, впереди, прям так разлеглась поперек дорожки, греется на солнышке. Вот это вот детеныш из змейка, вот гремучая змея, раттлснейк, она лежит и греется на солнышке. Еще бы чуть-чуть, я бы на нее наступила. А, кстати, молодые особи этих гремучих змей, они, у них яд более ядовитый, говорят, чем у взрослых. Вот. Можно встретить койотов очень-очень часто. Они просто могут, ты едешь, они просто перебегают там дорогу, или где-то приходят опять же в жилые районы, проходят там, что-то кого-то они ищут, маленьких кошечек, собачек, наверное, которые потерялись, их вылавливают, едят. Вот. И вчера, опять же, я видела двух змей, я покажу вам, выложу видео. И у меня как-то вот не было такого страха, как вот раньше, когда я была моложе. И я вижу, что это вот эта гремучая змея, она ползет себе, а я так за ней тихонько и снимаю ее. Ну, чуть-чуть сняла, и там было солнце, и не совсем я в кадр, она у меня так вошла, но все равно можно увидеть одну и другую змею. Вот. Вот то, чем я хотела с вами поделиться. Сейчас вот еду. Хотела вам все это рассказать вчера, после того, как я все это увидела и засняла, но очень была уже уставшая, потому что вчера я выбрала очень крутой, значит, крутую дорожку, и запыхалась, и вся вспотела, и устала, и уже, как говорится, было не до этого. Сейчас, перед тем, как еще я не потная, не вся такая замученная, я вам все это рассказываю, и очень-очень хочу поделиться. Не знаю, для кого-то это неинтересно, но для меня здесь природа, вот это вот опять же хочу сказать, уже говорила я в своих видео до этого, что здесь природа, она имеет скрытую красоту. Даже вот люди, которые идут по вот этим горам, лазают по этим горам, ходят по этим горам, вы не услышите, что они там кричат, орут, а-а-а-а, они все идут и спокойно разговаривают, даже где-то тихо разговаривают. И чтобы не напугать, чтобы не спугнуть тех живущих вот в этой пустыне, ну, я наслаждаюсь, наслаждаюсь. И утром такой свежий воздух, и очень вот это там источающие всякие различные ароматы растения, которые растут здесь, начиная от сладковатого такого аромата, кончая какого-то, ну, с горечью какого-то, аромат горечи какой-то, такой приятной горечи. Beautiful. Однажды я имела experience, опыт вот с таким кактусом, который называется jumping, то есть прыгающий кактус. И вот на земле маленькие такие отростки от этого кактуса, они приживаются к почве вот посредством выпрыгивания из основного материнского куста, и таким образом они размножаются. Вот мы однажды с мужем гуляли по тропинке недалеко от жилых помещений, от жилых кварталов, будем говорить, от частного сектора. И я решила сократить себе путь и пошла не по тропинке, а среди вот кустарников. И очень близко прошла возле этого кактуса, и один из вот этих отростков прям прыгнул мне на ногу. И это такая была жгучая, такая, даже не могу передать какая-то боль, была жгучая боль, что вот какой-то яд, какой-то насекомое тебе впилось такими огромными зубами. Хочу показать, как он прыгает, не знаю, сейчас он прыгнет на мою бутылку или на руку, на мою. И вот этот не работает, они отпрыгивают. О, прыгнул прям на меня. Вот так они прыгают, блин. Сука. Единственное, что я спросила своего мужа, я говорю, он не ядовитый, этот кактус? Он говорит, нет, ну давай побежали быстрее в какой-нибудь дом. Сейчас вот прям постучимся, чтобы скорую помощь вызвали. Потому что у меня вот этот вот круглый такой шар кактуса, он прям впился мне с такими многочисленными уголками, а эти уголки на конце имеют как хук, как на удочке крючок. Я его еле-еле отодрала, и у меня потом, наверное, целую неделю такие были мелкие, как от иголок, следы с кровоподтёками. И они, конечно, это, конечно, место было очень болезненное. Так что вот такой экспириенс нужно знать о некоторых вещах, когда ты живёшь здесь, когда среди вот этой пустынной природы. Вот ещё один представитель кактусов вот начинает свистеть сейчас. Сейчас поближе подойду. О, какие цветочки. Так, вот сейчас подойду к этому кактусу. Надеюсь, не наступлю ни на какую змею, или на что-то ещё. Вот как, какими висюльками, грозами. Такими гроздьями растёт этот кампус. Ну вот, ну, не правда ли это так красиво? Вот, не правда ли это так красиво? Ой, я запыхалась. Ну вот, остановилась, чтобы снять вот такой вот бурж. А, я не знаю, это кактус. Это не кактус, конечно, это... Это кустарник такой, который здесь произрастает. Ой, сколько. Вот. Ой, может быть, можно... С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с. Так. Кустарник. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ну вот и все скоро живут доеду поделилась с вами и такому приподнятом отличном настроении возбужденное что вот сейчас опять я встречусь с тем что я очень люблю и мои глаза мой нос все обоим обоим обонятельные мои органы они насладятся насытятся и дадут огромный заряд на весь мой последующий день до свидания до новых встреч дышите воздухом и любите природу где вы живете пока